Он регулярно ходил в зал и был накачанным, машаллах. Я не забуду этого парня, так как он был исключительно высоким. Он пришёл ко мне спустя одну неделю после своей женитьбы, утверждая, что он пытался вступить в близость со своей женой, и понял, что абсолютно не способен на это на протяжении всей недели. А когда же я поинтересовался о его деятельности в интернете, то оказалось, что он на протяжении долгого времени был зависимым от так называемых фильмов для взрослых, в результате чего и не смог ничего сделать в свою брачную ночь. И, кстати говоря, это вовсе не удивительно. Непристойные видео заставляют ваш мозг искать сексуальное наслаждение через экран монитора. И на сегодняшний день это самое распространённое явление, которое имеет место быть ещё с 2006 года, когда особенно набрала оборот онлайн-платформа с возможностью проведения прямых эфиров. Огромный доступ к подобного рода изображениям видео заставляет стимулировать ваш мозг, результатом чего становится наличие большого количества людей с сексуальной дисфункциональностью со своими живыми настоящими партнёрами. Эректильная дисфункция наступает в очень раннем возрасте, примерно в 18 лет. Есть множество исследований, проведённых в Италии, Швеции, Америке, в результате которых учёные обнаружили, что проблема эректильной дисфункции среди молодых людей ниже 40 лет выросла на 30% за последние 10 лет. Когда вы смотрите такого рода фильмы, у вас вроде нет никаких проблем с эрекцией, с эякуляцией, но когда дело доходит до живого партнёра, то вы просто не можете функционировать. А причина в том, что ваш мозг уже стал зависимым и заставляет вас искать именно такую форму удовольствия через изображения и видео. Доктор Карло Форреста, глава итальянского сообщества андрологии и сексуальной медицины, заявил, что всё начинается со снижения реакции на порно-сайты и дальнейшая утрата либидо в целом. И в конце концов это приводит к полной эректильной недееспособности. Представьте себя в этой ситуации. Вы ещё не женаты, но скоро, иншаллах, собираетесь жениться, и просто поставьте себя на это место. Разве вам хотелось бы выглядеть таким в глазах вашей жены и говорить ей, прости, прости меня, но я ничего не могу поделать с этим. В Аллахе, мои братья и сёстры, буквально два дня назад я стал свидетелем развода именно из-за подобной причины. Эректильная дисфункция. И сколько, вы думаете, это длилось? Два года. И этот брат и эта сестра тоже поделились со мной. Два года он не мог исполнять свои супружеские обязанности. А когда же он просматривает порно, то никаких проблем с эрекцией не возникает. Да убережёт нас всех Аллах. Мы много слышим, что муж бьёт свою жену во время близости. Почему так? Откуда он набрался этого? Из порнографии. Мы слышим и более ужасные вещи. К примеру, как муж связывает свою жену и пытается применить насилие, которое он видит в такого рода фильмах. А в итоге всё это ведёт к более плачевным последствиям. Да именно, отвержение дозволенных отношений. А когда вы пожелаете нечто харамное, мои братья и сёстры, то что происходит? Вы теряете интерес к Халалу. Так много тех, кто оставляют своих жён и идут в публичные дома, в эти грязные места. А всё в результате чего? Обострение зависимости в мозгу. Я думаю, это более чем достаточная причина, дорогие мои братья и сёстры, чтобы вы перестали смотреть подобную мерзость. Субтитры создавал DimaTorzok